С каждым новым днём секрета становится всё меньше. Что ждёт нас завтра? Поиски секретов, тайны, загадок, как в играх, так и в жизни, занимали довольно много времени и сил. С каждым новым найденным секретом их становится всё меньше и меньше. И это довольно печально, ведь сегодня мы покажем вам то, что осталось за кадром. В прошлом ролике упоминалось значительное количество целых секретов и теорий. Но это были далеко не все из них, и одни из самых вкусных достались именно этому ролику. Руна Дельта Один из самых знаменитых и очевидных фактов заключается в том, что это герб царской семьи монстров, что правили в подземелье в Андертейл. Оно представляет из себя шар с крыльями и тремя треугольниками, что само по себе является отсылкой к Трифорсу из Зельды. Герб также изображал и пророчество из Андертейл. Шар с крыльями – это посланник, что видел поверхность и был призван убить, или спасти всех, кто жил внизу. А треугольники изображали самих монстров. Дельтерун этим гербом украшено почти все, что только возможно. Ее можно встретить дома у Тори и довольно больших количествах. Чего не скажешь о магазинчике Азыры, который, похоже, лишился власти после выхода на поверхность. Но что более примечательно, этот герб также присутствовал и в темном мире, прямо на том месте, где персонажи встречаются со Зриэлем. Также он был на двери, что закрывал Ралсей, и которая вела в глубины темного мира. Помимо того, похоже, дверь была в начале Андертейл. Ралсей также упоминал еще один важный факт. Он – принц этого королевства, но у него нет поданных, и ему некем править. Вполне возможно, что ради именно этого он затащил нас сюда. Ради этого он пытался с помощью нас сверпнуть короля, что захватил власть и посадил остальных в клетку. И именно поэтому остался здесь. Впрочем, это просто теория. Об этом персонажи почти никто и нигде не упоминал, за исключением нескольких отрицательных личностей, которые пытались говорить о нем скорее незаметно, чем серьезно. К примеру, Король Пик упоминал его только в бою. Джевилл также говорил о нем, но уже более прямо. Вполне вероятно, что этим рыцарем являлся сам Азриэль. А Король Пик не узнал его только потому, что тут был костюм зеленой ящерицы. С другой же стороны, судя по строчкам монолога короля, именно рыцарь приказал убивать героев из легенды. А кто у нас любитель поубивать? Именно Чара. Возможно, этим рыцарем являлась именно она. Но тогда остается вопрос, как она попала в темный мир до Крис? Возможно, именно она построила падение персонажей в этот мир, дабы Король Пик с ними расправился. Гастер. Один из самых таинственных персонажей, в целой линейке которого даже не существует. Первое его появление было в Undertale, где он упоминался как бывший королевский ученый, что пропал в своем же эксперименте. Его заменила небезызвестная Альфис. Когда он говорил, проигрывался один относительно странный звук. Такой же звук нужно услышать, если позвонить из темного мира по телефону. И этот же звук можно услышать возле запертой двери. К тому же, если ввести в начале игры имя Гастер, то игра упадет. Это не последнее упоминание о нем. Как уже говорилось ранее, Рокс Карт уж слишком сильно на него похож. А в прологе можно найти одного из последователей Гастера. Неужели он за нами приглядывает? Или это он во всем виноват? Если много раз смывать воду в туалете, Ториэль спросит, не положила ли она бомбу в туалет? Снова. В классе, где преподавала Ториэль, можно найти рисунки, сделанные ею. Там изображены Азриэль и Крис с рожками. Ториэль говорила, что Крис в детстве считала себя монстром, и приемные родители купили ей рожки, которые она носила не снимая. Если баловаться с переходом из одной локации в другую, то можно поймать пасхалку. В прямом смысле. За деревом будет находиться человек, что даст Крис яйцо. Его также можно принести Азверу и положить к нему в холодильник. Но на этом мистика не заканчивалась. В поисках собственных футажей и новых криповых штучек-брючек мы столкнулись с небольшой проблемой. Я отчетливо помню, что на этом самом месте видел этого персонажа. Но перелопатив несколько часов записи и несколько собственных прохождений, а также несколько и чужих, я не нашел его там, где он должен был быть. В конце концов, зачем хранить в шкафу скелеты, правда? Встретимся в следующем ролике и второй клаве. Субтитры сделал DimaTorzok